Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу телекомпании «Город 7 минут». Сегодня у нас в гостях, я бы так сказал, человек города, человека, которого все знали, а теперь его знают вообще везде, во всей России. Но это благодаря той экономической беде, я бы так сказал, которая с вами случилась. Иосиф Григорьевич Питунин, знаменитый весовщик, который просидел на улице Подбельского, потом почтовый, уж я даже не знаю, 20 лет с весами. И нет такого, наверное, в Рязани человека, который бы не вставал на ваши весы, и которому вы с шутками-прибалутками не проводили бы и не дали бы наставления. Итак, Иосиф Григорьевич, ну вот поскольку теперь вас уже просто все знают, вынуждены знать, потому что не проходит и дня, чтобы о вас не писали, но об этом позже. Коротенько о себе. О себе что-то же. Родился я в сибирской ссылке, куда были сосланы мои родители, как враги народа. После смерти Сталина мы приехали, и освобождение, значит, из ссылки, реабилитации, значит, моих родителей. Мы приехали в город Касимов. Там, значит, в 57-м году мой отец умер. Значит, мама тяжело заболела, из-за болезни туберкулеза, болезни заключенных. Вот. И, значит, нас отправили в детский дом с братом. Вот в Подрезанию, в Шеременке, в Сочи детский дом. Тут мы и выросли, собственно говоря. Ну, после этого было что? Было медицинское училище, была служба в армии, была работа фельдшером. Значит, была попытка поступить в институт медицинский, неудачный, к сожалению. Вот. Была работа на заводе. Вот. Ну, а когда завод трогнул в 90-м году, значит, нужно было как-то жить, чем зарабатывать на жизнь. Ну, я решил, что буду, думаю, вязать исключительно. Я немножечко умел вязать, умею вязать немножечко. Буду, думаю, по журналу Бурда вязать эксклюзивные вещи, навязать на машинке и продавать их. Началось ваше вхождение в бизнес, так сказать. 90-е годы. Задминитые и тревожные. Да. Но на машинку надо было заработать. Машина вещь дорогая, значит, нужно было заработать. Тут я вспомнил о том, что я в конце фельдшером, что я умею взвешивать. Почему бы не попробовать? Ну, я попробовал. Как говорится, по специальности. По специальности. Я попробовал. И вот, знаете, начало получаться. И получаться начало, в общем-то, неплохо. То есть те годы, именно в начале 90-х, вы заняли вот это вот свое место, вернее, там, устроились на улице Подбильского и на улице Почтовой. На улице Почтовой, да. И, ну, временно там решили перекантоваться, заработать денег на машинку. На машинку. А получилось, что это стало делом, ну... Дело всей жизни, считай, оставшись, если бы хоть так. Второй половины. Второй половины жизни стало делом. Ну, работал, работал. Сначала я работал без регистрации, потому что меня не регистрировали. Вот я регулярно ходил в так называемую рек-палату, которую возглавлял чиновник по фамилии Сталин. Вот. Он там говорил, мы не знаем, кого зарегистрировать. Ваша деятельность не предусмотрена на наших списках. То есть вы человек уникальной профессии. Да, второй профессии больше мало нету. Ну, так продолжалось. Ергода я ходил, просилась. Мне, Ергода, давали какой-то отлуп. Вот. Ну, в 2000 году ко мне подошли граждане от милиции и предложили покровительство. Мне пытались навязать. Иначе ты здесь не будешь. Это называется, знаете, поставить крышу. Да, именно так. Причем от силовых структур. Да, именно так. Ну, я пришел к жене, говорит, так и так. Может попробовать, а она с ума сошел, говорит. Тебя же, говорит, посудить за взятку-то. Ну, да. Я от отчаяния. Я пошел в рек палату и там, что меня зарегистрировали. Что там сдвинулось в чиновничьих мозгах, я не знаю, но факт, что меня зарегистрировали. Прошло 10 лет, как сдвинулось. Да. А вот знаменитые разбойники 90-х годов вот эти. Разбойники. Один раз эти разбойники подошли. Вот, значит, завели меня силком во двор на подмелке. Там выпустили мои карманы, посмотрели, что я заработал. Так переглянулись, деньги на землю кинули и ушли. И больше они меня не беспокоят. Решили, что ваш бизнес им не подходит. Слишком мало зарабатывают. Слишком мало, да. Не хочется руки марать. Ну, а вот видите, силовикам они как бы и пригодились. Ну, я зарегистрировался, и с тех пор силовики так мимо меня проходили, я им отдавал честь, они мне честь отдавали, и мы расходились мирно. То есть вы стали вполне официальным предпринимателем. Да, вполне предпринимателем, я платил налоги. И сейчас, что интересно, сначала было еще выгодно платить налоги. Понимаете, сначала было как? Значит, я мог заплатить, допустим, за сезон вперед, мне делали скидку, и значительную скидку делали. Вот, потом это ушло. Потом пришли платежи в пенсионный фонд. Потом пришли платежи в фонд обязательного месленного страхования. Потом, значит, они стали обязательными даже в том случае, если ты не работаешь. То есть работать у меня уже никого не интересует. То есть вот здесь вот и пошел такой экономический снежный ком. Да, прессинг. Прессинг, да, да, да. Но он ни одного. Вот, допустим, когда у нас управление регулированием потребительского рынка переехало на улицу Садовую, я там пришел продлять документы, разрешение на место. Там одна женщина билась в истерике. Значит, что оказалось? Оказывалось, что было принято решение на остановках продавать хлеб. Значит, люди могут приходить с работы, на остановках купить хлеб. Женщина под залог квартиры, семья взяла кредит, 500 тысяч. То есть, сколько стояла квартира в то время? Купили палатку. Все оформили. Все внесли, внесли себе там плавящийся взнос. Все, все, все внесли. Заключили договора. Осталось только получить разрешение на место. Документ последний получить. Она пришла за этим документом, а ей говорит, что горсовет принял решение этот бизнес прикрыть. Она говорит, а чем я буду отдавать кредит? Я рассчитываю на прибыль от моего бизнеса. А это мы не знаем. Человек всю жизнь не то что поломали, а разрубили товаром практически. Вот вы стали, так сказать, ну уж горькой и такая знаменитость после того, как вот ваш бизнес, который в 90-е годы, вы могли работать? Да, вполне. Могли нормально работать? Да, первое время в 2000-х годах я мог работать спокойно. И почему вы, значит, вы не могли работать тогда, когда правительство наше объявило, ну то, что поддержка малого бизнеса, среднего предпринимательства, это чуть ли не приоритет правительственный. И, значит, мы будем делать все, чтобы вот эти вот люди чувствовали себя нормально и, ну, какие-то послабления даже по налогам. И все рухнуло напротив. То есть пошел, как вы говорите, прессинг. Чем все закончилось? Ну, чем закончилось? Закончилось с тем, что у меня подняли платежи в пенсионный фонд, подняли их вдвое, а там кроме платежей есть единый налог на минимум доход, а потом молчат, не говорят. Его тоже нужно платить. Весы нужно ремонтировать, поверять, профилактировать. Бесплатно мне тоже ничего делать не будет. За все это нужно платить. И цены нигде не падают, наоборот, они везде расят. Нет, ну на ремонт там цены, они стабильны, как правило, они там сильно не повышаются. Ну, хоть и так-то. Потому что таких весов, как у меня, не так уж и много, у меня там ни сильно не обернут, и мне не платить надо. Госпобелителям тоже платить надо. Ну, то есть вы решили, что... Я платить налоги не могу. С бизнесом нации заканчивается. Видите, в первое время, если нужно было людей чем-то занять, вот людей, ребята, работайте себе, только не лезьте в государственный карман. А теперь вы видели, ребята, вы работаете неплохо, вы получаете прибыль. Ну-ка, поделитесь с государством. Это же карман затребовал. Да, а, поделитесь с государством. И все больше и больше, чем у них на государство. То есть сейчас какова ситуация, на ваш взгляд, с самым малым бизнесом в отношениях бизнеса малого и государства? Ну, что государство давит. И будет давить, судя по всему. Мы ему неинтересны. Потому что много мы ему дать не можем. А возник с нами. И писка более чем достаточно. Зачем им нужны? Люди, вот вам как-то сейчас... Ну, на вас большое внимание к вам. Кто-то помогает, кто-то там какую-то поддержку оказывает. Ну, я слышал, поддержка пока что моральная, сочувствует, да. Ну, я слышал, что вроде бы там собирают деньги на эти самые взносы. Если это сделать, я скажу спасибо, я буду сидеть снова. Чем сейчас занимаетесь? Готовлю весы к работе. Я настроен оптимистично. Потихонечку. Ну, весы ваши сейчас на готове? Вдруг там... Нет, пока еще нет. У меня есть вторые весы. Вторые весы, запасные. Запасные готовы. То есть пока вы в режиме ожидания? В режиме, как говорят компьютерщики, в режиме гибернации. О, Господи, Боже. А жить-то есть хоть на что? Ну, пока есть. Пенсиями есть. Пенсия пока есть. Пенсия. Сын немножко помогает. А бизнес придавили, в общем-то. Ну, все. Ну, ладно. Тогда я желаю вам успеха. Ну, я надеюсь, все мы, все рязанцы. Потому что вы у нас стали... Почему стали вы знаменитые, я вам расскажу. Потому что вы символ человека, который даже в такой ситуации, когда его совсем уж придавили и все у него практически для других, говорит, рухнуло, он все равно находится в таком оптимистическом настроении, говорит правду, ничего не боится. Чуть-чуть боится. Да. И, ну, все еще впереди. Так мы себе считаем. Надеюсь, надеюсь. Большое вам спасибо. У нас в гостях был Иосиф Григорьевич Питунин, наш знаменитый весовщик, который стал, ну, так сказать, символом малого предпринимательства в Рязани, наверное, везде в России. Того самого малого предпринимательства индивидуального, которого сейчас беспощадно задавили и практически сводят его шансы к нулю. Вы смотрели информационная программа телекомпании «Город 7 минут». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова